Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа на связи с муниципальной властью, как всегда по следам с вами я, Андрей Острев. И говорить мы будем, естественно, о том, что касается каждого из нас, нашего города. И так, многие из вас, наверное, задают себе вопрос, когда у нас там начнется реальная борьба с коррупцией и, собственно говоря, тема коррупции в последнее время нисходит с уст людей, телеведущих, экранов, политиков и так далее. Собственно, наверное, и на уровне города этот вопрос тоже каждого из нас волнует и многие заявляют о том, что у нас коррупция есть, многие говорят о том, что ее побороли. Собственно говоря, мы об этом сегодня и будем говорить. В восемь месяцев у нас существует такой департамент, который борется с коррупцией в городском совете. По крайней мере, так заявляют наши депутаты. И сегодня мы пригласили директора этого департамента Андрея Ермолаева. Добрый вечер, Андрей. Как раз прокомментировать, чем занимается департамент, что он делает. Итак, Андрей, первый, самый главный и важный вопрос. По заявлениям некоторых депутатов городского совета, восемь месяцев существует департамент, а работы нет. И поэтому даже было требование о вашем увольнении. Расскажите, почему нет работы эти восемь месяцев? Ну, скажем так, наверное, слегка неправильно депутаты информированы. Конечно, ни о каких восьми месяцах речи не идет. Я, например, работаю чуть больше ста дней и на момент моего назначения департамента не существовало даже как юридического лица. Я его там создавал, объявлял конкурс, набирал сотрудников. Сотрудники работают всего два месяца. То есть они вышли там 31 мая приняли бюджет и 1 июня уже вышли сотрудники. Естественно, что они вышли там ни стол, ни стул, ни компьютер. То есть пока немножечко утряслось все. То есть фактически реально мы работаем там чуть-чуть больше месяца. Поэтому, конечно, никаких декларативно департамент, как в структуре. Да, возможно, депутаты приняли решение это в конце уходящего года, что будет об изменении структуры. Но конкретно воплощаться в это начало вот всего лишь в течение там последних двух месяцев. Поэтому, как бы, но несмотря на это нельзя сказать, что департамент не работает и за эти как бы два месяца какой-то объем работы был проведен. Вот. Когда делалась структура, то есть было решено в горсовете все контрольные надзорные функции объединить в одном департаменте. Вот. Поэтому у нас как бы в департаменте три основных направления. Первое. Это контроль и надзор за благоустройством. То есть не сам, как говорится, не само благоустройство, не сам полив клумб, как вот многим кажется. А именно контроль, как убираются, как вывозится мусор, как убираются дворы и так далее, и так далее. То есть речь идет об исполнителях. Да, контроль исполнительный, как кто-то выигрывает тендеры, как они работают и так далее. Вот. В том числе это контроль за размещением малых архитектурных форм, рекламы, вот, незаконной конструкции, их демонтаж. Ну, в связи с этим сразу хочется задать вопрос. Будут ли в перспективе реализованы какие-либо проекты, которые помогут вам эту информацию собирать с помощью, ну, неравнодушных граждан, потому что, насколько, ну, сколько я, по крайней мере, уже вижу ленту Фейсбука, то очень многие люди там жалуются на разные проявления вот как раз именно этих работ. Будет ли эта информация систематизироваться? Будете ли вы создавать какие-то новые способы коммуникации с горожанами в этом плане? Честно скажу, как бы не задумывались еще об этом, вот, про новые способы. Пока достаточно, как бы, ну, про мою работу, там, борьбу с мафами знают очень многие. Достаточно в Фейсбуке, как бы, достаточно того, что люди мне, если что-то видят, вкапывают новый там борт, ставят будку. Достаточно того, что мне об этом пишут, и мы пытаемся реагировать. То есть, пока идем на этом уровне. То есть, все равно уже не обязательно там кто-то звонить, кого-то искать, то есть, можно там скоммуницировать через Фейсбук. Дальше посмотрим. Вот. Второе наше направление – это контрольно-ревизионная и аналитическая работа. Это тендеры, в основном. Тендеры, целевое использование бюджетных денег, экономность и контроль за использованием этих денег. То есть, тут, чем мы занимаемся, как бы, в этом отделе. Это у нас идет, прежде всего, ну, анализ. Он так и называется. Аналитическая работа. То есть, мы анализируем тендера, которые проводят главные распорядители бюджетных средств. Вот. Особенно наше внимание привлекает тендера, где выиграл, допустим, ну, выиграла организация, которая предложила не самую меньшую цену. То есть, почему-то там организация с меньшей ценой отклонили, а организация, которая предложила далеко не меньшую цену, почему-то прошла. То есть, это, как говорится, под нашим пристальным вниманием. Вот, как бы, большое значение уделяем департаменту ЖКХ, также само управление образованием, управление здравоохранением. Там у них очень много тендерных закупок. Вот. Работа, это я же говорю, что все-таки работа им недавно только началась. Вот. В том числе, отрабатываем запросы депутатов городского совета. Там очень часто... Это третье уже направление. Не-не-не, это еще все второе. То есть, идет, то есть, запросы. Люди, когда делают дороги, ну, подрядчики делают дороги, есть гарантийный ремонт, есть много жалоб, что вот где-то, как всегда у нас, там где-то торопились, где-то в конце сезона доделывали, дорога чуть-чуть подпортилась. То есть, надо, как говорится, придать ускорение, чтобы все-таки пришли, заделали, выполнили свои гарантийные обязательства. То есть, поэтому, когда вот говорят, что там вчера сделали, а сегодня там что-то там поплыло, это я бы, как бы, особо за это не переживал. Есть договор, там, как бы, до трех лет есть гарантия. То есть, главное, как бы, чтобы это не ограничилось просто заявлением в Фейсбуке, а, как бы, вот, дошло до года логического конца, там, к нам обращались депутаты, мы писали, там, на заказчика этих работ, они вызывали подрядчика. И там вся эта, как бы, бюрократическая машина со скриптом, но поднимался договор, поднимались гарантийные обязательства и работы доделывались. Вот. И, как бы, отрабатываем, уже сейчас пошли жалобы на проведение тендеров. То есть, как бы, проигравшая сторона. Есть возможность, понятно, что спорить там тендер в антимонопольном комитете такое же, но точно так же люди жалуются и пишут заявление и жалуются нам, пишут на предвзятость тендеров, пишут, что вот мы дали там, допустим, меньшую сумму, нас там отклонили. То есть, это все вопросы тоже отрабатываются и даются, когда ответят. Ну, хорошо. Я, во-первых, хочу еще пригласить к обсуждению наших уважаемых зрителей. По телефону, который вы видите, вы можете позвонить и задать вопросы Андрею, как, собственно, делаю это и я. А у меня тогда вопрос. Ну, вот, хорошо. Какой механизм на практике будет, вот, предположим, какой-то есть тендер, да, и вот, собственно, ну, насколько я знаю тендерное законодательство и как устроены тендеры, например, есть компания, которая предложила наименьшую цену, ее отклонили, и вы обращаетесь в эту организацию, там, ну, не будем никого пока приводить в пример. Просто какой-то распределитель средств вам пишет там письмо, в котором говорит, что у фирмы с наименьшим, с наименьшей суммой, например, там, не соответствовал документ номер пять требованиям, там, документации. Ну, и что будет происходить дальше? Как это будет, как это будет реализовываться, как... Ну, смотрите, это все проверяется, есть, как бы, довольно-таки детально расписанные тендерные законодательства, есть, как бы, такое понятие, как несутевые помылки, то есть, ну, как бы, такие незначительные неточности технические ошибки, которые не играют, там, основную роль, там, в самом предложении. То есть, по закону, тендерный комитет может пропустить это предложение, несмотря на наявность небольших ошибок. То есть, это уже идет решение тендерного комитета. Мы, как бы, смотря, на каком этапе обратились. Если вот на этапе, вот, когда вот тендер только-только прошел, то мы делаем запрос, мы просим, пока не заключать договор, дать нам время это все проверить и подождать, потому что там, ну, есть определенные сроки, в которые должен заключиться договор, мы в них уложимся. Вот. Если это уже, как бы, тендер, который прошел, ну, пытаемся как-то работать по-другому. Вот могу рассказать там историю, да, там, тендер был на ограждение вокруг свалки. Да. Если можно, потому что очень хочется видеть в вашей работе, ну, здесь какие-то реальные результаты, да, будь то экономия для бюджета или будь то какая-то, вот, приостановка какой-то схем, вот, чтобы городской бюджет все-таки эффективно использовался. Если есть такие примеры, я бы с удовольствием со зрителями об этом послушал. Попытаюсь один пример вкратце рассказать. Вот. В начале этого года было запланировано, насколько известно, что в том году начал строиться забор вокруг нашей свалки. Вот. И не успели его доделать, надо было в этом году доделать. То есть, объявили тендер, как бы, очей кумовартость 3 миллиона гривен, и объявили тендер, по-моему, там, в апреле. В начале апреля объявили тендер. Выиграла компания, да, мы там без имен, выиграла там компания X, там предложила 2 миллиона 400 с чем-то тысяч. Вот. Вроде победила, все, дала низкое предложение, но тендер почему-то отменяется 3 мая. Ну, под предлогом, скажем так, уменьшилось финансирование. Но почему-то 24 с теми же там заданиями, то есть, полностью объявляется еще раз, выигрывает эта же фирма, только уже с ценой там 2 миллиона девятьсот восемьдесят, там, сколько-то тысяч. То есть, естественно, возникает непонимание. Причем, как бы, во второй раз она дала не самую низкую цену, то есть, были цены ниже. Естественно, возникает непонимание, как это так еще месяц назад готовы сделать были за 2 миллиона четыреста тысяч, а вот теперь почему-то теперь за 2 миллиона девятьсот тысяч. Вот. Ну, как бы, скажем так, то благодаря там проведенным переговорам, нашей проделанной работе, то есть, было подписано ДОП-соглашение и цена работы на пятьсот семьдесят восемь тысяч была уменьшена. То есть, я считаю, что это вот реальная экономия, которую вот уже, несмотря на столь короткий срок, уже можно пощупать. Можно пощупать, да. Это, скажем так, по-моему, треть нашего бюджета на зарплату. То есть, я думаю, что, ну, годового бюджета. То есть, я думаю, что так мы даже будем окупаться в Горсовет. Ну, отлично. Давайте про третье это направление, чем вы еще будете заниматься. Да, третье направление, но, как бы, не так на виду, это борьба с коррупцией. Вернее, скажем так, противодействие и предотвращение. Ну, с этого, собственно, я начинал программу. Да. Самое главное, собственно, что чего же ожидают ограждения. Да, немножко, я же говорю, что борьба не есть, как бы, у нас именно уже самой борьбой, совершенной коррупцией уже занимаются у нас правоохранительные органы. Ну, я должен сказать, и вот зрители, наверное, подтвердят, сегодня на любом сайте любого ведомства пестрит отдел протедии коррупции, видел там запобегания, завертания, там горячие линии и так далее и тому подобное. То есть, вроде как у нас мы массово с ней боремся, но вот как-то с эффектом пока плохо. Ну, да, смотрите, ну, вот я же говорю, что у нас отдел называется противодействие и предотвращение. То есть, в принципе, основная задача, уже когда там прошла коррупция, уже занимаются правоохранительные органы, основная задача выработать такие, как бы, ну, процедуры, такие механизмы, чтобы как можно меньше все зависело от человеческого фактора, потому что где коррупция? Коррупция там, где человеческий фактор. То есть, когда есть конкретный человек, принимающий какое-то решение, вот тебе можно, тебе нельзя, то есть там рано или поздно будет коррупция. Вот, то есть, это такие механизмы, как если это, допустим, да, как бы болящая тема, там, где и кому можно, кому нельзя размещать там киоски, то тут надо идти таким путем, да, допустим, отдельным решением все места, где можно киоски их утвердить, именно конкретные разрешенные места и сделать, например, как в Киеве, вынести их на аукцион. Вот, в таком случае, когда там конкретный чиновник не решает, не может решить, кому стоять, кому не стоять, то в таком случае, как бы, пропадает сама коррупционная составляющая. Вот, ну, для того, чтобы вначале, у нас в городском совете действовала антикоррупционная программа, она закончилась в 2014 году, то есть, как бы, с чего начал работу отдел? Работу отдел начал, что разработки новых, как бы, вот, антикоррупционных, я бы не сказал, нам нужна программа, нам нужен какие-то, вот, список мероприятий, которые надо провести, то есть, там, чтобы снизить коррупционную составляющую. Это очень часто, в основном, мероприятия в сфере архитектуры, в сфере земельных отношений. Вот, на нас возложена обязанность по проверке полноты, там, и своевременности подачи деклараций сотрудниками, то есть, как бы, сразу же, несмотря на то, что мы, там, начали работать, там, фактически, там, с июня, и период декларирования уже прошел, все равно мы, как бы, взяли сотрудников, проверили, все-таки, ну, численность, ну, не все, правда, вакансии заняты, но там, в районе, там, уже тысячи человек численность, пока это все провели, были выявлены, да, то есть, какие-то люди, которые не вовремя подали, кто-то забыл, кто-то был уверен, что подал, она не отправилась, и так далее, и так далее, то есть, благодаря этому, ну, как не крути, даже если это забывчивость, это все равно, это протокол о коррупции. Да, мы наблюдали вот эту забывчивость буквально недавно, когда вручали протокол о коррупции одному из депутатов городского совета. Андрей, не хотелось бы, чтобы наш разговор перетекал в такую роль вот доклада чиновника, давайте вот попробуем, попробуем немного поговорить с более понятной для простого горожанина, вот в понятной форме, да, коррупция, как когда-то сказал Клингард, это возможность плюс алчность, да, и вот в результате мы получаем такую коррупцию, вот такую вот коррупцию, ну, собственно говоря, это, наверное, универсальная формула, которая ее описывает, да, и сегодня люди, которые понимают, что такое коррупция, да, или вот ее, как-то ее проявление на себе чувствуют, да, они, она начинается, грубо говоря, с мелочи, там, вход, там, например, к врачу, там, какой-то договор, что-то делать без очереди, заканчивая такой на государственный уровень, где коррупция носит уже такой серьезный масштаб, да, все декларируют о том, что мы боремся, да, вы говорите о том, вы вот сейчас перечислили те направления, которые, ну, те задачи, которые перед вами стоят, и то, что вы реализуете, и вот, особенно касательно последней задачи, у меня, у меня вполне закономерный вопрос, ну, предположим, да, есть какая-то, ну, вот, выявлена какая-то, скажем, какой-то алгоритм действий, где есть человеческий фактор, да, то есть его надо каким-то образом, ну, не знаю, исключить, да, или исключить, или ограничить, или, ну, там, не знаю, что с ним сделать. Вот что делать в конкретной, там, конкретной ситуации, особенно много людей, которые столкнулись с каким-то оформлением документов, еще с чем-то, где, вот, собственно говоря, ну, нельзя пробить эту брешь, что вы будете на практике делать? Ну, смотрите, есть несколько, как бы, направлений. Первое, это усовершенствовать процедуру, то есть должна быть четкая рекламентированная процедура, то есть если это подаются какие-то документы, это четкий пакет документов, вот, не бумажки больше, то есть, чтобы не было возможностей, это первое. Второе, все, что касается распределения вот таких благ, где, как бы, желающих много, а они конечны, места под торговлю, земля и так далее, это все должно идти через аукцион, то есть у нас по закону и сейчас там новые участки должны идти через аукционы, ну, правда, сейчас пытаются тоже это все обойти, там, придумывают всякие логистические центры. И строят гаражи. Да, и строят гаражи, да, по закону просто землетранспорта идут без торгов, то есть, ну, это фактически такая зацепка, она, конечно, то есть некоторые зацепки есть на уровне общегосударственных законов, тут мы ничего не можем сделать, то есть это на уровне заложено в земельном кодексе, вот. Но в любом случае все, как говорится, это все равно, что, ну, вот смотрите, это касается, да, сейчас там занимаются реконструкцией соборной, опять же, да, стоит вопрос, там, будут торговые места, они будут, но в любом случае, да, допустим, решат, решит рабочая группа, что будут, в любом случае количество этих торговых мест конечно и очень ограничено, а желающих там, кстати, гораздо больше, чем есть. То есть, чтобы уменьшить коррупцию, надо, то есть, самое простое решение, вот такие вот ограниченные ресурсы выносить на аукцион. Человек продается право аренды, именно участка, человек давший большую цену, его получает. Да. Второе, там, где... Ну, вот вы, хорошо, вот, ну, мы согласны с вами, вот я уверен, что и зрители с вами согласны, мы все говорим, да, это классная идея. Как она реализовывается будет? Вы будете выносить какие-то рекомендации или каким-то образом? Да, в каких-то моментах можно подготовить там решение исполкома, то есть принять это исполком. В каких-то моментах понадобится помощь депутата, в каких-то моментах это сессионное решение. Ну, я надеюсь, что будем ходить объяснять, как бы, что необходимость этих мероприятий. Вот, и теперь очень важный момент. Нередко, нередко проскакивает в информационном поле информация о том, что некоторые депутаты, я сейчас специально не буду говорить о какую-то конкретику, некоторые депутаты становятся заложниками или специально, или неумышленно, да, заложниками каких-то коррупционных деяний. И вот, а если депутат совершил коррупционные деяния, какие, во-первых, это могут быть деяния, и как вы будете, будете ли вы вообще на это как-то влиять, и что в этом случае делать? Ну, у депутата в основном, да, что, какие могут быть, то есть это точно так же неподача во время декларации. Есть, там, определенное количество депутатов, которые забыли, не смогли, по каким-то причинам не подали декларацию. Согласно закону, пришло в управление защитой экономики, национальная полиция ставила на них протокол о коррупции, и, в принципе, объективность, субъективность, то есть, как бы это уже оценить суд смогли, не смогли, почему, то есть, это первое. Вот. Второе, как бы, что у депутатов может быть, это, конечно же, конфликт интересов. Вот вы замечали на сессии, когда очень часто депутаты предупреждают о конфликте интересов. То есть, когда там при выделении каких-то денег или какого-то рассматривания вопросов, у депутата может быть реальный или потенциальный конфликт интересов. К сожалению, законодательство прописано так нечетко, что я поддерживаю снюю позицию, на всякий случай заявить о конфликте интересов, мы же видим явные примеры. Ну, это, то есть, это снимает ответственность? Да, по закону, публичное объявление на сессии о конфликте интересов снимает ответственность депутатов. То есть, это вот эта молитва знаменитая, которую там предлагали внести, вот она, вот она себе будет включать фразу, и я заявляю о конфликте интересов. Обязательно. И, собственно, потом можно голосовать за выделение земли себе? Да, ну, так написано в законе, можно. Хорошо, а можно, ну, я не знаю, можно какие-то процедуры придумать о том, чтобы это как-то, ну, не знаю, что-то за ним делать? Ну, смотрите, ну, на самом деле, ну, смотреть, что значит выделение земли себе. Если у депутата, я знаю депутата, у которых там есть там частный дом, небольшой участок, то почему, как бы, чем он отличается от обычного человека? То есть, не идет вопрос, что себе там, и там торговый центр, или себе, у себя есть разные понимания. Там себе, вот, как частному лицу на здоровье, просто надо об этом заявить, это очень нормальная ситуация. То есть, как бы, вот, другое дело себе, а подконтрольным фирмам, которые, то есть, как бы, себе это очень понятно, там прописана фамилия в решении, выделить там такому-то, такому-то, земельный участок, да. Да, афилированное лицо, да. Другое дело, когда фирма, когда не сам, через сына, жену, невестку и так далее. Вот для этого, как бы, да, то есть, для этого и ввели вот именно объявление, что человек должен предупредить, что, как бы, есть интерес. Он, да, он может принимать участие в голосовании согласно закону. И в этом тоже нет ничего плохого. Наоборот, как бы, когда человек заявляет о конфликте интересов, ну, все депутаты посмотрели, если вопрос, опять же, прошел, там, все комиссии и все согласования, не вижу ничего плохого. Главное, чтобы у нас так не получилось, что у нас только одни депутатские вопросы проходили, чтобы простым людям тоже что-то доставалось, а так не вижу ничего страшного. Ну, мы, наверное, с простыми людьми хотим наоборот, чтобы проходили людские, и что-то доставалось, может быть, депутатам, если останется. Вернемся к чиновникам. Одним из, ну, скажем, одной из болевых точек, где имеет место, скажем, возможность коррупции и вот злоупотреблению какому-то, это коммунальные предприятия и коммунальные установы, так называемые. Да, собственно говоря, наверное, сложно назвать период, где бы, хотя бы один месяц, где бы не появлялась какая-то информация. Это, как минимум, о заявлении о злоупотреблении в коммунальных предприятиях. У вас, у вашего департамента есть какие-то специальные полномочия, что ли, по работе, по проверке, по, не знаю, по, там, по, скажем, по предотвращению коррупционных действий, там, в коммунальных предприятиях именно? Да, конечно, есть. Вот в ближайшее время на Исполкоме должно приняться, разрабатывая нами решение про порядок проведения внутреннего контроля, выконавчих органов и коммунальных предприятий. Вот, после принятия этого положения будет составлен и утвержден график проверки. И, в принципе, вот по графику, точно так же, как проводят госоудиослужбы, только, наверное, чаще, потому что у них там клиентов много, у нас чисто вот наши городские предприятия, будем приходить на проверку и проверять, как бы, полноту, там, целевое использование бюджетных денег, экономику предприятия. То есть, я бы не хотел, чтобы это воспринимали, допустим, как именно проверку с точки зрения прийти и кого-то наказать. Может быть, все-таки больше это должно восприниматься, как какая-то методическая помощь, чтобы где-то что-то указать на какие-то недочеты, которые можно потом в работе исправить, потому что, когда придут уже контролирующие органы, вроде налоговой или госоудиослужбы, это уже будут реальные санкции, реальные штрафы, потери бюджета, и, естественно, будет все гораздо строже. Отлично. Вот реальные санкции и реальные какие-то дела. А могут ли быть вами инициированы санкции, вплоть до увольнения, например, менеджмента какого-то конкретного предприятия за такие нарушения? Без уголовного дела? Или все-таки вам придется те нарушения, которые вы выявили, переводить в правовую плоскость? То есть, как этот момент? Смотрите, если выявлены какие-то серьезные нарушения, вплоть до того, что да, до нарушения криминального законодательства, то просто по нашим законам мы обязаны направить информацию об этом в полицию. Это один вопрос. По результатам, естественно, проверки делается акт проверки, он направляется к городскому голове, естественно, он уже делает выводы о целесообразности нахождения на должности того или другого руководителя. Причем основания, я уверен, что прописаны в контрактах с этими руководителями, что он должен вести финансовую дисциплину соблюдать, законодательство и так далее. То есть, если будут выявлены какие-то грубые, именно грубые, я бы сказал, знаете, как ошибки делают все, наши такие законы меняются так часто, то есть, какие-то неумышленные какие-то ошибки, описки бывают. Да, по такой ошибке мы давно говорили. Будут выявлены грубые нарушения, конечно, информация будет попадать на стол в городском уговоре, он будет принимать решение. Спасибо. Что ж, на этом программа наша закончилась. Спасибо вам, Андрей, за то, что были с нами. А вам, зрители, и себе, наверное, пожелаю все-таки, чтобы инструменты по борьбе с коррупцией ее действительно повороли, ну или как минимум уменьшили до такого объема, чтобы мы об этом не вспоминали каждый день, практически не видели проявления каждый день. На этом я прощаюсь с вами. До следующих встреч. С вами был Андрей Остров. Это телеканал Николаев. Не переключайтесь, с нами всегда интересно. Редактор субтитров А.Семкин